Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Это второе место на чемпионате Европы 2016 года. Ощущения очень приятные. Большая гордость, большая благодарность тренеру, большая благодарность родителям, всем тем людям, которые поддерживают и верят. Конечно, есть дальше стимул заниматься. Буду дальше работать, чтобы получить заслуженный мастер спорта. Спортивная борьба. Вольная. Так ее называли до последнего времени. И здесь у самарских спортсменов есть свои звезды. Артем Ватченко, побеждая на всероссийских турнирах, заслужил звание мастера спорта. На это у него ушло 4 года. Все дело в том, что он выступает в тяжелой весовой категории. Там победа достается особенно тяжело. Сын Артем, он как бы тяжелый вес. Это королевский вес считается престижней. Поэтому это очень тяжело бывает. У них тяжело бывает достигать мастера спорта. И вообще очень трудиться надо. Качественное и непредвзятое судейство – основа любых соревнований. Ведь именно от работы рефери зависит исход поединков. Самарские специалисты доказывают свою состоятельность ежегодно. Сегодня всероссийскую категорию получили 16 человек по 12 видам спорта. И это лучший из лучших. Когда я проводил всероссийские соревнования школьный модельный спорт, у нас было объективное судейство. И самарская команда первая заняла первое место, а вторая команда заняла, правда, третье место. В канун Всероссийского дня физкультурника знаки отличия от областного Минспорта получили лучшие представители большого спорта. Легион профессионалов пополнили 21 мастер спорта и 1 мастер спорта международного класса. Отличились гимнасты, легкотлеты, пловцы, борцы, рыбаки, шашисты и жокеи. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!